Привет, друзья! Меня зовут Ольга Ермилова. Это видео я решила записать после того, когда увидела огромное количество просмотров и комментариев, в общем-то, на мое первое видео, которое называлось «Зачем нужно высшее образование?». Забавно, потому что это был маленький кусочек от большого выступления, которое я делала как раз в ВУЗе, и я специально его даже пересмотрела и подумала, ну откуда же столько комментариев, столько негативных, там и зла я, и со скалом я, и как я вообще могу о таком говорить, о врачах. Вот сейчас я всех унизила, но мне всегда забавно, что люди слушают что-то свое, поэтому я хотела бы все-таки не то, чтобы оправдаться ни в коем случае, просто рассказать вам позицию все-таки на эту тему, потому что видео просто имело такое название «Кричащее». Вы же знаете, что в Ютубе должно быть кричащее название, чтобы на него обратили внимание. Я тоже это знаю. Поэтому, в общем-то, сегодня я как раз бы хотела поговорить на тему высшего образования, как работодатель, и как человек обычный, и как маму, у которой тоже дети, которые интересно будут получать высшее образование или нет. И, в общем-то, рассказать вам по этому поводу свою позицию. Но начну с того, что прежде всего я не считаю, что высшее образование – это зло, и оно не нужно. Я считаю, что есть разные профессии. Есть профессии врачей, есть профессии технические, какие-то очень разные, в которых образование необходимо. Потому что, если нас будут учить люди, которые прошли курсы, как лечить зуб, то, конечно, будет немножко стрёмненько. Другой вопрос – качество того образования, которое у нас есть. И, к сожалению, мы все с вами не понаслышке знаем, как сдаются сессии, экзамены и прочие вещи. И говорить о том, что коррупция может умереть в нашей стране, ну, конечно же, не приходится. Все мы знаем, как решаются эти вопросы. И если мы берем какую-то гуманитарию, да, где просто мы там учим что-то, непонятно что, в общем-то, читаем, пишем, психологи, еще что-то изучаем, в этом еще вопрос как-то нормально решается, то, конечно, если мы говорим о серьезных профессиях, то представить себе, что стоматолог, да, там, врач, вместо того, чтобы сдать сессию, занес кому-то денег, конечно, страшно попасть потом к такому человеку под нож. Но будем все-таки надеяться, что клиники затем внимательно отбирают этих врачей. Я не против высшего образования ни в коем случае, но я против того, что сегодня многие прячутся за обучение. Многие люди, я это наблюдаю в сотрудниках, которые ко мне иногда приходят на такие, ну, обычные должности секретарей и так далее, которые получают образование для той самой галочки, которые, о которых мама говорит, нужно учиться, которые считают, что нужно получить 2-3 образования, и многие люди за вот этим образованием в университете попросту прячутся, потому что, ну, я же, зачем же мне работать сейчас, я не могу работать, я же учусь. И люди так им нравится вот это учиться, еще 5 лет, потом еще 3 года, потом еще куда-то. И когда ты спрашиваешь, так, а что ты умеешь делать? Ведь нереально потом ничего делать, ведь ты все время учишься, ведь навык делать и учиться, это два разных навыка, нужно обязательно внедрять. Вот человек для себя ставит такую преграду в голове, что когда я выучусь, тогда начнется, вот тогда я буду. Но по факту он учится потом до 25-30 лет, некоторые люди, да, и говорят, это не то, я должен учиться чему-то другому. И вот это большая проблема, потому что это скорее психологический фактор, который позволяет нам как бы оттянуть, да, вот это вот отдалить этот вопрос работы, этой болезненной ситуации. Ведь здесь родители помогают, ну как же, сыночек или дочечка, ты же учишься, да. То есть мы как бы себя сами вот, беспокойство свое снимаем и говорим, да, 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 ну я учусь, да. Пока не время, жизнь у меня начнется когда-нибудь потом. Я сегодня наблюдаю за большим количеством людей и вижу среди них и с образованиями, и без образования, и как показывает практика, по сути это не имеет никакого значения. Человеку нужно его куда-нибудь отправлять учиться, тогда, когда он, конечно, совершенно, как бы так, мягко это сказать, да, вот тот самый, вы все поняли. И когда, в общем-то, родители не знают, что с ним делать. Вы же помните, что все мы идем учиться, когда мы вообще ничего не соображаем, куда мы хотим, куда-то нас там пристроили, там у нас папа, там мама, там знакомый, там еще кто-то. Или сказали, никуда, куда сам попадешь, и ребенок так сильно не хочет оставаться дома, что с перепугой куда-то попадает. Мы мало, за счет нашей школы неправильной, мы мало понимаем о том, куда мы хотим, чего мы хотим. Нас не обучают этому. Только сейчас стали появляться школы, которые заставляют детей думать о своем будущем, заставляют их, ну, как бы мотивируют, подталкивают к тому, чтобы раскрыться в таком возрасте, чтобы понять, куда они тяготеют, да, они там, где у папы или у мамы кто-то есть, или мама мечтала, чтобы ты был адвокатом или юристом, или еще кем-то там. И на сегодняшний день как раз момент курсов, тренингов дает очень классную площадку для того, чтобы попробовать себя даже в юном возрасте, в 16-17, мы сегодня видим очень частую такую практику, попробовать себя в реальном деле, сделать, заработать денег, построить компанию, построить бизнес. Я читаю такие тоже негативные вещи, что, ой, обучение, это фуфло, это ни один человек, который прошел нормальное обучение, не может сказать, что обучение это фуфло, потому что ты за месяц, за два, иногда за несколько дней получаешь столько реальной информации, начинаешь это внедрять и за месяц получаешь, в общем-то, такой объем своих результатов, которые ты за пять лет в ВУЗе никогда не получишь в жизни. Но так тоже часто происходит, поэтому у каждого есть свой опыт, он позитивный и негативный, и нельзя говорить о том, что ВУЗы это хорошо или ВУЗы это плохо. Важно ваше отношение к этому действию, важно того, чего вы хотите, важна ваша степень ответственности, которую вы на себя берете, идя учиться на врача, на кого-нибудь. Если вы хотите заниматься бизнесом, то глупо учиться у людей, которые в наших ВУЗах преподают теоретики, которые вообще не имеют отношения к бизнесу, которые об экономике читают в книжках. Другой вопрос, зарубежные ВУЗы. Конечно, это круто. У меня есть подруга, у которой дочка учится в зарубежном ВУЗе, где о маркетинге читают руководители компании, маркетологи Найка, где приходит компания Apple, берет на стажировку Google. Вот это круто, это крутое образование, когда они уже на втором-третьем курсе имеют возможность попасть на практику, остаться там на два года, и затем компания обязуется своих лучших студентов, они почти все там лучшие, обустроить еще и оставить работать в этой компании. Это уровень. Но, естественно, для того, чтобы туда попасть, необходимо на самом деле попотеть. Просто денег туда не занесешь, потому что там и так обучение стоит приличных денег. В нашей стране как-то все по-другому. Поэтому не будьте категоричны. И, дорогие родители, если вы вдруг смотрите это видео, подумайте о том, чего хочет ваш ребенок, подумайте о том вместе, чего вы хотите. Разумно поразмышляйте об этом. Не всегда высшее образование является таким ключевым моментом. Многим стыдно, ну как же у меня не будет корочки о высшем образовании? Нужна ли вам корочка? Вы хотите корочку или вы хотите жизнь нормальную своего ребенка? Это не говорит о том, что ему не нужно учиться. Это говорит о том, что если он идет учиться, вы четко должны понимать, зачем, кем он будет, каким образом он будет эволюционировать в этом действии и реализовывать себя в этой жизни. Как мама двоих дочерей, я думаю о высшем образовании. Обязательно о том, что оно должно у них быть. Но я буду делать все для того, чтобы оно у них было в другой стране. И для того, чтобы затем они приехали сюда, как крутые кадры, и порвали этот мир в тряпки. И все, каждый, кто написал мне под первым видео гадкие комментарии, будут порваны. Все, оставайтесь со мной.